Не задать вопрос по поводу нынешней ситуации в соседней Украине было бы неправильно. С начала российской военной специальной операции прошло уже более ста дней. Любой конфликт рано или поздно заканчивается. Скажите, пожалуйста, можно ли уже говорить о каких-то прогнозах по поводу развития ситуации в Украине? И, пожалуй, самое главное, что волнует нас простых людей, у которых там очень много родных, близких, друзей. Удастся ли нашим трем братским славянским народам, как и прежде, жить в дружбе и согласии? И почему Запад и США так нами интересуются? Что касается прогноза, никто не знает, подчеркиваю, никто не знает, чем там закончится. Даже, я рискну, сказать, никто не знает, как будет ситуация развиваться. Да, вы можете у меня спросить, ну как, ты же с Путиным там общаешься каждый день, в ближайшее время встретимся, поговорим по экономике, безопасности. Все только начинается. Это я вам на будущее просто, чтобы вы поняли. Все только начинается. То, что происходит в Украине, это начало. Это один из элементов крупных передела мира. Поэтому, как будут развиваться события, тяжелый случай. Тяжелый случай. Будут ломать, крошить. И знаете, трещать будут, прежде всего, небольшие и средние государства, такие, как мы, Чехия, Австрия, Швейцария. Они никуда не денутся. Их тоже будут крошить. Мир будет другой. Россия сегодня привержена, это я точно знаю, переговорному процессу. Почему украинцы отказались разговаривать с россиянами? У нас начался этот диалог. Я был в него вовлечен. Зашивали-то их сюда, можно сказать, притащил. Они ушли. Почему американцы сказали, нет, переговорам не бывать. И там управляют англичане, американцы, через поляков во много. Те везде хотят подсуетиться и быть возле ноги хозяина. И чего-то от этого получить. Мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант. Я когда-то сказал, что украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность. Чтобы не оттяпали. Почему они себя так развязанно ведут? Американцы со спиной стоят, финансируют, деньги дают, вооружение. Сюда перебрасывают вооруженные силы. Мы это видим. Поэтому мне приходится и на западе держать вооруженные силы, на чеку и на юге. Десять подразделений выстрелил вдоль границы, за спиной пограничников, чтобы не влезли в Беларусь. А такие мысли были. Но для них важно, что касается Беларуси, нас втянуть в этот конфликт. Запад. Никогда Путин меня не просил там, ты давай зайди там кого-то замочи в Украине и прочее. А вот они нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью и выстроить фронт от Питера, линия до Ростова. Чтобы не было белорусского этого балкона, как называют его. В 20-м году не получилось, продолжают это делать другими методами. А у нас ситуация непростая. Нам надо не втянуться, не создать здесь войнушку. Нам война не нужна. И втянуться мы в это не можем. А как? Нам надо защитить этот кусок земли. Пока, слава Богу, удается. Для меня главное, я говорю, чтобы не влезть туда, по уши, в этот украинский конфликт, а сделать так, чтобы он быстрее закончился. Вы вчера заметили, в Киев приехали ведущие европейские лидеры. Шольц, Макрон, итальянский премьер-министр. В общем, приехали. Чего приехали? Пока еще непонятно. Но Европе война тоже не нужна. Но вы заметили, там не было поляка. Они же крутятся везде. Не было. Там не было англичанина. Там не было американца. Что это такое, вопрос? Или Европа сама решила тут успокоиться, ситуацию, и потушить этот пожар войны. Или же американцы дали команду, вы там поезжайте, поддержите украинцев, Зеленского и дайте оружие. Скорее всего, второе. Потому что сегодня уже президент Франции заявил, что мы будем поставлять оружие, самое современное в Украине и так далее. То есть, вот там идет какая-то заварушка. В ближайшее время с президентом России обсудим, что там происходит. Поэтому никто не может сказать, как будут развиваться события. Очень много неизвестного. Сегодня ситуация сложная в том, что весь Запад ввязался в эту войну. Но Россия мощная, она воюет обычными вооружениями. У России достаточно другого оружия. И я понимаю, что вот они просят, украинцы, Зеленские, оружие дальнобойное. Для чего? Для того, чтобы ударить по городам России. Курск, Ростов, Орел, Белгород. Соседние города. Но я как-то публично сказал, ни в коем случае это делать нельзя. Потому что Россия уже применит нового уровня оружия и применит по Киеву. По тем, кто принимает эти решения. Поэтому они еще немножко побаиваются. Но не от них зависит. Зависит все от того, насколько американцы будут их подталкивать к этой войне. Вчера заявил Байден, что будут перечислять каждый месяц Украине по полтора миллиарда долларов. Для чего? Для войны. Поэтому это только начало. Большая впереди у них работа, у сильных мира сего. Переделить мир. Американцы чувствуют, что проигрывают, а проигрывать не хотят, потому что это их богатство. Хочется быть сверху и управлять всем миром. Поэтому я вам вначале сказал, будет непросто. И нам надо вот этот монолит, единство. Нам надо сделать все, чтобы сохранить свой кусок земли. Наша экономика востребована на мировом рынке. Потому что мы людей кормим, одеваем, производим сапоги для автомобилей и так далее. Ну, все, что нужно для обычной жизни. Вы не переживайте. Мы не собираемся там воевать. И вот вчера мне задавали этот вопрос уже негласно. А как, что и прочее. Вы зайдете в Украину, в ваша армия. Мы не собираемся никуда заходить, пока вы не перешли красную линию. Как только вы перейдете нашу границу или будете нацеливаться на Мозорский нефтеперерабатывающий завод, у них такая шальная мысль была. Мы мгновенно ответим. Поэтому вы нас не трогайте. Мы к вам не собираемся идти. Будете хватать наших водителей, вот как этих 75 человек. Значит, будем проводить операцию. Многослойную. Не получится этих людей забрать миром. Значит, проведем военную операцию. Но своих людей не бросим. А как вы думали? Это 75 человек, это тоже чьи-то дети. У них у всех есть дети, внуки. Поэтому мне пришлось рисковать. Слава Богу, что все живы, здоровы. Ну, мы люди военные. Мы для этого, чтобы рисковать. Но учить будем. Особенно мужиков. Будем учить. Время такое, чем больше мы будем уметь, чем сильнее у нас будет оружие, тем нам спокойнее будет. Они будут понимать, если они ударят по Мозыру, то мы ударим по Киеву. Не заходя в Украину. Они это должны понимать. Но для того, чтобы ударить, надо иметь, чем ударить. У нас это есть. Спасибо, Александр Григорьевич.